Здравствуйте, я Радислав Гондопас, бизнес-тренер, предприниматель. Моей дочке сейчас год и один месяц, и я за ней наблюдаю в течение этого времени, чем она занимается. Вот зачем ей вставать? Ей прекрасно комфортно ползать, ей обязательно нужно встать на ноги. Она старается, пыхтит, падает, ударяется, но все равно встает. Ей нужно залезть на диван, и как только она залезла, ей нужно с него слезть. Чем она занимается? Она развивает навык. Я думаю, что человек запрограммирован на развитие себя без помощи внешних сил. Да, папа может держать за пальчик, и она быстрее научится ходить, как тренер держит за пальчик, желающего обучиться чему-то и развить себе навык. Но, в принципе, если папа с пальчиком любит, она все равно пойдет. Она будет стараться дольше, она приложит больше сил, больше синяков набьет, но она все равно пойдет. И, к сожалению, вырастая, многие люди забывают об этой программе. Вместо этой программы они запускают программу саморазрушения, программу бесполезного, бессмысленного проведения времени, программу саботажа, возможности обучаться, развиваться эстетически, творчески, профессионально. И они исчезают, они останавливаются в развитии, и остановившись в критической точке, они начинают откат назад. Их очень хорошо видно по потускневшим глазам, по опущенным плечам, по критическим речам. Они много любят ворчать и обвинять обстоятельства в том, что им не прет в жизни. Мы должны оберегать эту программу, не сбивать ее работу, способствовать тому, чтобы развиваться постоянно, независимо от возраста. Нет оправдания отказу от саморазвития. Возраст, благосостояние, состояние здоровья, место проживания – это только отмазки. Человек, желающий развиваться, найдет для этого возможность и преодолеет все препятствия. В этом главный секрет успеха, чем бы вы ни занимались. Добрый день, меня зовут Андрей Левченко. И я бы хотел продолжить ту тему, которую начал предыдущий оратор, Радислав Гондопас, об изменениях, о необходимости изменений. Я, как всегда, согласен со своим другом, старым другом, но, как всегда, я ему могу возразить-дополнить. У нас нет противоречий, потому что всякие противоположные вещи, доведенные до своей крайности, неизбежно смыкаются. Я хочу сказать о черепахе. Черепахам более 220 миллионов лет. Они старше крокодилов. Черепахи не меняются. Именно поэтому они выживают. И остаются идеальным примером того, как можно существовать, ничего не меняя. Вопрос только в том, лично тебе нужны изменения или нет. Вот тебе лично, твоей сущности, ты черепаха или ты какое-то другое животное, которое должно меняться в связи с изменениями окружающей среды. Поэтому самый главный, ключевой вопрос развития или деградации, это вопрос твоего внутреннего я, твоего определения твоей собственной судьбы. А критерием твоей собственной судьбы и успешности является только одно – твое счастье. И если тебе хорошо быть черепахой, будь просто самой счастливой черепахой из всех черепах, которых ты знаешь и которые тебя окружают. Если тебе плохо быть черепахой, не вопрос, к твоим услугам тренерский бизнес и услуги тренеров. Если получится у тебя и у тренеров, они создадут из тебя что-нибудь другое. Но если ты этого захочешь, ты сможешь. Как гусеница становится бабочкой. Но если ты этого не хочешь, никто не сможет за тебя проделать этот путь. От кокона до гусеницы, до бабочки и обратно. Хотите, я вам подарю маленький секрет. Как узнать, хорошо ли вам лично внутри и хорошо ли вам снаружи. А именно, успешны ли вы внутри и успешны ли вы снаружи. Зайдите куда-нибудь, где вы никого не видите. И что еще важнее, где вас никто не видит и не оценивает. Закройте глаза, сделайте полный глубокий вдох, спокойный выдох. И задайте себе внутри сначала первый вопрос. Тебе хорошо? Ваше сознание и ваше эго обязательно ответят что-то. Но первым ответит ваша душа, ваша сущность. Она скажет, хорошо ли тебе или нет. А после этого мозг будет говорить, почему хорошо, почему не хорошо. И так не слушайте. Это уже не важно. Когда вы захотите разобраться с тем, успешны ли вы снаружи. Если у вас так называемый внешний успех. Задайте себе в тех же самых условиях точно такой же искренний вопрос. А тебе хватает? Если на первый вопрос вы ответили, да, мне хорошо. Но не важно, что вы ответите на второй вопрос. Поэтому всегда нужно начинать со своего личного внутреннего состояния. Потому что бизнес есть не что иное, как проявление твоей личности. О чем мы говорили с коллегой, который в следующем будет выступать на этом канале с Сергеем Змеем. Бизнес есть не что иное, как внешнее проявление твоего внутреннего состояния успеха. Лидерство это всегда вопрос. Ты лидер или ты менеджер? Ты идешь и за тобой идут? Или ты делаешь так, чтобы за тобой шли? Весь вопрос только в том, вы счастливая черепаха или несчастная? И если вы счастливая черепаха, вы переживете крокодилов, бегемотов, обезьян и кашелотов, и даже зеленого попугая и всех остальных на свете. И будете счастливы. Самое главное, что делаю я, я помогаю людям понять вот это самое главное. Хорошо ли мне? И чего я хочу? И нужно ли мне развитие? И куда? Поэтому я искренне всем желаю вашего внутреннего, компактного, но такого от этого вкусного внутреннего счастья. Субтитры сделал DimaTorzok